Спасибо большое, да, заинтриговали нас некоторыми темами вебинаров, даже мне стало интересно. Итак, уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте, добрый вечер кому-то. Спасибо, что нашли время, нашли возможность в таком достаточно актуальном разговоре поучаствовать, который посвящен актуальным воспитательным практикам в сфере современного образования. Прекрасно понимаете, что прошлый год и нынешний тоже, они проходят под знаменем изменения вектора образовательной политики, а именно усиления воспитательного компонента, воспитательного потенциала образовательной системы. Все мы прекрасно знаете, что были внесены соответствующие изменения в наше законодательство, была проведена грандиозная работа по формированию, по созданию рабочих программ воспитания в каждой образовательной организации. Это не только коснулось школ, но это и коснулось и дошкольных образовательных организаций, это и коснулось учреждений среднего профессионального образования. Ну вот поэтому программы уже были созданы, созданы нами, педагогами, но нам, естественно, необходимо их постоянно насыщать содержанием. То есть никакой из созданных раз и навсегда документ программы себя представляет, а это документ, который мы должны постоянно обновлять, дорабатывать. Он сам по себе, даже вот этот документ, будет требовать этой доработки, будет требовать постоянного вмешательства. Говоря о современных воспитательных практиках, так же, как и о современных образовательных технологиях, нужно отметить, что все эти приемы, методы, они так или иначе уже используются. Но мы должны эти приемы и методы приспосабливать, адаптировать к тем условиям, которые ставит на сегодняшний день перед нами государство. Поэтому мы поговорим как раз вот об актуальных практиках, которые дают определенный результат. На сегодняшний день вектор образовательной политики немного изменился. Прекрасно помните, что в 2020 году указом президента Российской Федерации о приоритетных целях развития Российской Федерации на целое десятилетие. И вот вторым пунктом в этом документе, в этом указе сказано о необходимости создавать те условия, которые позволят воспитывать гармонично развитую и социально ответственную личность. Необходимые условия для воспитания гражданина. Чуть позже были внесены соответствующие изменения в закон об образовании в Российской Федерации. Эти поправки получили название «Закон о воспитании». Мы получили с вами в этом документе полное определение, что такое воспитание. Получили цели, которые ставят перед школой, перед организацией государства, но и постарались выделить те, которые должны быть представлены в наших с вами программах. Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в Российской Федерации правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства. Это формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества к закону и правопорядку человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурам и наследию и к традициям многонационального народа Российской Федерации, а также к природе и окружающей среде. Вот это взята цитата именно из того документа, о котором мы сейчас с вами как раз ведем разговор, то есть закон об образовании. Реализация воспитательных практик в современной школе реализуется в настоящее время в рамках стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением правительства Российской Федерации вот 25 мая 2015 года. Стратегия развивает механизмы, предусмотренные федеральным законом об образовании в Российской Федерации, которые гарантируют обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанные с обучением, но осуществляемые также в форме самостоятельной деятельности. Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных людей, социальный и психологический климат их развития, формирует предпосылки для консолидации усиления семьи, общества и государства, ну и, конечно же, направленных на воспитание подрастающего и будущего поколения. Также хотелось бы отметить, что стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим отечеством. В современном обществе системой образования положено решать задачи подготовки человека к самостоятельной жизни, а также взаимодействию с окружающим миром. И специалисты-педагоги и люди, связанные с образованием, они отлично понимают, что система образования тесно связана с процессом воспитания. Поэтому понятие воспитание, оно одно из ведущих понятий в педагогике. В широком смысле это понятие обозначает общественное явление, при котором происходит взаимодействие общества на человека, усвоение норм, правил морали, уважение к общечеловеческим ценностям и, конечно же, отношениям друг с другом. При этом накопленный социальный опыт передается от старших поколений к младшим. А что касается воспитания в узком смысле, то воспитание в узком смысле рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и воспитанников с целью обучения и воспитания. Это относится к формированию у младшего поколения положительных личностных качеств, взглядов и, конечно же, убеждений. Воспитание как общественное явление – это достаточно сложный и противоречивый социально-исторический процесс. И, в общем-то, общество упорно создает гармонично развитую личность, но сделать это в полной мере практически… Вы это отлично понимаете, что невозможно. В этом и состоит парадокс воспитания. Никто в мире не совершенен. Но человечество из века в век стремится к совершенству. Что касается процесса воспитания, то надо отметить, что процесс воспитания и идет рука об руку с процессом обучения. Они не могут существовать и функционировать по отдельности. Тем не менее, воспитание на протяжении всех исторических этапов развития общества занимало достаточно приоритетное, положительное место в педагогике. Ему отводилось и отводится более важное значение, нежели образованию. Но воспитание подвергается все-таки представители человеческого рода, начиная, в общем-то, от рождения. И этот процесс, он достаточно продолжается в течение всего жизненного периода человека. Это огромный труд. Сначала это труд педагогов, воспитателей, родителей, но в дальнейшем это труд самого человека над самим собой. И как говорил Жан-Жак Руссо, воспитание не должно, не только должно развивать разум человека и давать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть недостойной, несчастливой. Действительно, это достаточно актуальная фраза, которой, в общем-то, Жан-Жак Руссо было представлено определением. Что касается само время, в общем-то, да, оно зависит, заставляет это сделать. Мы много говорим о современных рисках, современных вызовах. Ну и время, в общем-то, да, определенные вызовы и риски ставит перед человечеством, которые, в общем-то, вот есть на сегодняшний день. Это и негативные последствия информационной социализации, это и социальное расслоение населения, это и дифференциация жизненных взглядов как взрослых, так и подростков, рост потребительских ценностей, социальная пассивность молодежи, виртуальная зависимость, ну и еще один из рисков – это падение трудовой этики. Все это, в общем-то, влечет за собой кризис традиционной модели детства и заставляет в то же самое время искать новые, актуальные воспитательные практики, которые будут способствовать именно вот продвижению в этой области. Итак, значит, цель воспитания – это успешный и достаточно самостоятельный, компетентный в своей профессии человек, умеющий принимать решения, выполнять поставленные задачи, ну и, конечно же, нести за них ответственность. И вместе с тем – это порядочный, добросовестный, адекватный, честный человек. И задача воспитания – вот именно создать благоприятные условия для разностороннего гармоничного развития нашего будущего подрастающего поколения. Под благоприятными условиями подразумевается атмосфера взаимопомощи, дружбы, сотрудничества, а также организация совместных творческих мероприятий, в которых каждый ребенок может себя проявить, сможет себя реализовать. В сегодняшней гуманистической модели воспитания ребенок рассматривается как наивысшая ценность. Она обладает большими потенциальными возможностями, как саморазвития, так и развития вообще. Ну и одним из основных моментов является принцип принятия ребенка таким, какой он есть, принцип опора на его положительные личностные качества. И личность педагога при этом как раз выступает как стержень культуры воспитания, как ориентир нравственных ценностей. Ключевым формам воспитательной работы относятся это формирование понимания ценности здорового образа жизни и психологическая безопасность. Это формирование навыков, необходимых для дальнейшего самообеспечения, формирование умения и способности принимать социальные и политические установки общества, ну и, конечно же, интерес и увлечение личности каждого из подрастающего поколения. Воспитательная работа должна строиться на следующих педагогических принципах и подходах. Во-первых, первое – это индивидуальность. Все люди уникальны и они все неповторимы. Поэтому необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Следующий принцип – это целостность учебно-воспитательного процесса. Нельзя отделить мир знаний от мира правильного поведения и полезных привычек. То есть обучение воспитания идет рука об руку, в общем-то, всегда. Следующий принцип – это принцип доверия и поддержки. Этот принцип позволяет ребенку раскрыть его потенциал, быть смелым, быть естественным и не бояться тех трудностей, с которыми предстоит встретиться и не бояться ошибок. Принимать с гордостью свои достижения, ну и, конечно же, работать в направлении преодолевания трудностей. Следующий принцип – это принцип сотрудничества. Работа принципа строится на отношениях партнерства, уважения, доверия между людьми, равно как и между детьми и взрослыми. Следующий принцип – это принцип деятельности. В деятельности изменяются, укрепляются отношения между людьми, меняется отношение к самому себе и растет самоуважение. Важный момент воспитывается благодаря этому принципу трудолюбия, интерес к активной творческой жизни. Воспитательные практики составляют основное содержание воспитательной деятельности. Несомненно, содержание программы воспитания должно соответствовать возрастным интересам, возрастным потребностям, ну и, конечно же, возможностям школьника. От того, как функционирует система воспитания, зависит и культурное состояние общества. Именно поэтому система воспитания находится в постоянном развитии. Развиваются и внедряются новые инновационные методы, средства, приемы и технологии воспитания. Кроме того, только посредством эффективной организации воспитательной деятельности можно достичь процветания общества и процветания страны. Ну и, конечно же, значимости, ее значимости. А также это позволит вырастить здоровое во всех отношениях будущее поколение. Актуальные практики воспитательной работы это те методы, те подходы, при помощи которых достигается нужный результат в работе, в учебе, в спорте и других сферах деятельности общества. Они основываются на опыте и научных исследованиях, а также учитывают индивидуальные особенности человека и контекст, в котором он функционирует, ну или будет функционировать. важным моментом воспитательных практик является обязательная систематичность и постоянство. Какие же существуют воспитательные практики в настоящее время? Первая, да, вот практика здесь на слайде она представлена, экзистенциальные. Педагоги должны помочь ребенку в его нравственном самоопределении, помочь ответить на главный вопрос жизни. Каким быть и каким должен быть проект своего будущего существования? То есть это возможно только при доверии ребенка педагогу. А со стороны педагога необходимо реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с воспитанником, ориентированных на идеальное представление о нравственном облике современного человека, на формирование гражданской идентичности и патриотических чувств. Следующее это социальные. Помогают ребенку ответить на вопросы с кем быть, как строить свои отношения с людьми, ну и как обеспечить свое участие в улучшении окружающей жизни. Дополнительное образование как раз предоставляет ребенку возможности приобретения для него нового какого-то социального опыта. Следующее направление это профессиональное, которое предполагает педагогическое сопровождение с точки зрения именно профессионального выбора, но которое помогает ответить ребенку на вопрос кем мне быть в дальнейшем. Следующее направление это культурное, которое предполагает педагогическое сопровождение овладения ребенком нормами общественной жизни и культуры, помогает ответить на вопрос, что такое красота жизни, искусство и так далее. Важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения сегодняшнего дня является, как вы все думаете, думаю, догадались, это классный руководитель. Он является другом, руководителем, даже частично соратником, который, в общем-то, контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. В своей деятельности он применяет не только известные формы воспитательной работы, но и включает какие-то новые. Задачи классного руководителя является создание дружного, доброжелательного, творческого, активного коллектива, а также формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к успешной социализации в дальнейшей жизни, достижения поставленной цели воспитания будет способствовать как раз решению следующих задач, о которых сейчас мы я их озвучу, эти задачи. Во-первых, привлекать детей к участию в общешкольных делах, а также внеурочной деятельности, использовать различные интерактивные формы обучения, как на уроках, так и в немах, инициировать участие ребят в ученическом самоуправлении, как на уровне школы, так и на уровне своего класса, организовывать систематическую работу не только с детьми, но и с семьями учеников, что может являться ключевыми формами, какие формы мы можем использовать для достижения цели и реализации задач необходимо использовать различные приемы, различные формы и методы работы. Это коллективно-творческие дела, это социальное проектирование, это дискуссии, это массовые акции, к которым мы относим и флешмобы, и квесты, и квизы, кейс-технологии, экскурсии, поездки, походы в театр, ну и, конечно же, это беседы и классные часы, с которыми, в общем-то, все хорошо знакомы, а также участие во всех проводимых в школе мероприятиях, индивидуальные беседы с учениками и с их родителями, ну и организация тематических родительских собраний. Остановимся, давайте, вот более подробно на некоторых формах, которые, я думаю, в общем-то, вы кто-то использует, для кого-то это будут новые, формы. Начнем все-таки с методов проектов. Интересным инструментом воспитательных практик может быть метод проектов. Создателем метода является американский педагог Хилл Патрик. В образовании существуют разные типы проектов, это могут быть творческие, это могут быть исследовательские, это могут быть информационные, игровые, практические. этим-то, в общем-то, и интересен данный метод, что выбор тематики необычно широк. В основе метода заключено развитие познавательных навыков, умение самостоятельно добывать знания, ну и, конечно же, творчески мыслить. для школьников мы можем предложить достаточно широкую тематику по проектам. Это может быть и связанное с теми датами, которые, в общем-то, в наших календарях есть, это могут быть и связанные с Новым годом, международный женский день, это может быть и посвященное 23 февраля, 9 мая, это может быть и неделя безопасности, я и моё здоровье, книга «Наш лучший друг», «Моя родина», «Моя малая родина» и так далее. А для дошкольных образовательных организаций это могут быть всевозможные проекты, связанные с безопасностью, это может быть проектные работы по дорогам сказок, это может быть тема «Мама самый дорогой человек на свете», «Я и моё здоровье» и так далее, и тому подобное. Тем достаточно много. Значение проектного метода именно для дошкольных образовательных учреждений позволяет интегрировать обучение дошкольников, основывается на интересах детей, метод предполагает самостоятельную включенность, активность воспитанников. Использование данного метода способствует помышлению самореализации ребёнка, происходит некая смена стиля общения взрослого с ребёнком, ну и можно привлечь к этой деятельности им родителей, которые тоже, в общем-то, могут стать активными участниками данного проекта. Следующей формой является кроссенс. Слово кроссенс означает пересечение смыслов, и этот метод был разработан нашим соотечественниками. Кроссенс представляет собой стандартное поле из девяти квадратиков, в которых помещены изображения. Слово кроссенс придумано авторами по аналогии со словом кроссворд. Кроссворд в переводе с английского означает пересечение слов, а кроссенс означает пересечение смыслов. Кроссенс представляет собой стандартное поле из девяти квадратиков, похожих на поле крестиков-ноликов. Имея кроссенс как все простое, гениальное, так и все гениальное. Поэтому данной формы тоже, в общем-то, применимо как и в школе, так и в дошкольных образовательных организациях. есть определенные этапы, которые необходимо соблюсти. Ну вот на данном слайде представлены некоторые тематические кроссенсы. Ну а в дошкольных образовательных организациях это могут быть и сказки. Это и тема семья. То есть широкое, в общем-то, достаточно применение данной формы тоже может иметь место. Следующее это коллективно-творческие дела. Актуальной практикой может считаться технология коллективно-творческих дел в педагогическом сообществе изобретателем коллективно-творческих дел считается академик Иванов. Эмтодика была разработана еще в 60-е годы, но, в общем-то, вот сейчас это все усовершенствуется и тоже, в общем-то, достаточно широко может быть применимо. В процессе коллективно-творческих дел ребята учатся работать сообща, приобретают навыки конструктивного общения, узнают лучше друг друга, их объединяет общая забота об улучшении окружающей жизни, и это действенная сфера воспитания и самовоспитание достаточно актуально является и на сегодняшний день. Какие виды коллективно-творческих дел могут быть использованы как в школе, так и в дошкольных образовательных организациях? Это трудовые, познавательные, художественные, спортивные, общественно-политические, ну и, конечно же, организаторские. Темы для коллективно-творческих дел могут быть использованы в разные периоды, конечно же, разные, но, начиная от более простых, постепенно можно усложнять, в зависимости, конечно же, от уровня подготовленности ваших подопечных. Коллективно-творческие дела способствуют развитию трудовых навыков, способствуют развитию эстетических качеств, патриотических качеств и, чаще всего, направлены на решение жизни, на практических задач, которые, в общем-то, вот, как раз и являются достаточно актуальными. Ну и вот тоже несколько еще примеров коллективно-творческих дел вы можете наблюдать на слайде. Это экологические и спортивные, это могут быть и знакомства с коллективом наших, да, улицам нашего класса и так далее. По тематике достаточно широко можно использовать данную форму. Следующее это арт-технология. Это обучение воспитания средствами искусства, как классического, так и народного. Основоположником арт-терапии является художник и врач Андриан Хилл. Он заметил, что занятие творчеством помогает пациентам справляться с болезнью. Эффект от арт-технологии это стабилизация психологического микроклимата учебного заведения. Ну а что касается наших подопечных, то это конечно же помощь детям, помощь родителям в контроле за своими эмоциональными составляющими. Уникальность технологии заключается в том, что в ее основе лежат достижения искусства и достижения науки. методы арт-технологии они достаточно универсальны и могут быть использованы для решения широкого круга учебно-воспитательных задач. Хотелось бы вкратце затронуть хотя бы несколько техник, которые мы можем использовать даже в дошкольных образовательных организациях. Это могут быть и кляксография, которая позволяет рисовать пятнами. Это может быть гротаж, воскография, это могут быть пластинография, это может быть монотипия, это может быть рисование нитью, ниткография называется по-другому, рисование нитками, нетрадиционной техникой используется, ну и конечно же отпечатки. В дошкольных образовательных организациях достаточно широко можно применять это на практике. В среднем звене мы конечно же можем усложнить данные технологии. Далее это создание и использование веб-квестов. Образовательный веб-квест, который представляет из себя проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которой требуются определенные ресурсы, ресурсы интернета. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интерпретации интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Но также можно использовать его внеурочной деятельности. Здесь я привела на слайде примеры, которые можем использовать как в дошкольных образовательных организациях, так и в школе. Квест в переводе поиск игровая технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу. Придуман был квест в начале 70-х годов в виде приключенческой игры. В России квесты все-таки стали появляться чуть-чуть позже с 2013 года. Основными критериями качества квеста являются во-первых оригинальность, безопасность, логичность, подчиненность сюжету, создание игрового пространства. Вот это основные критерии. В квесте обязательно есть руководитель и всегда существуют четкие правила. Игра для ребенка более привлекательный и естественный вид познания мира, ну и своих возможностей, конечно, где он может реализовать, показать свои особенности. Если говорить о квесте, как о форме организации детских мероприятий, то это может быть игра, игра командная, которая включает различные задания, вносящие соревновательный характер. Задания для квестов должны соответствовать, во-первых, возрасту, далее тематике и по своему содержанию содержать какие-то элементы по расширению, по обогащению знаний и умений для той или иной возрастной категории. Для этого педагогу следует четко обозначить цель предстоящей игры и учесть технические возможности организации мероприятия. Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными. Тематика и области достаточно широкие. Роль квест-технологий в современном мире достаточно широко развивают внимание, креативность, критическое мышление, коммуникативные навыки, помогают разрабатывать и использовать нестандартные методы для решения поставленной задачи. На данном слайде я привела примеры, где вы можете найти те или иные веб-квесты как для общеобразовательных школ, так и для дошкольных образовательных организаций. Следующей формой воспитательных практик могут быть квизы. Квизы с английского переводятся как небольшой по объему онлайн опрос тест векторина, в конце которого показывается определенный результат. Хочу отметить, что это командная интеллектуальная векторина по формату похожа на игру «Что, где, когда» или на игру «Брэринг», более известную для нас. Для участия не требуется специальных знаний, образования и какой-то подготовки. Вопросы подобраны так, чтобы каждый человек смог почувствовать себя в какой-то степени имеющей определенные знания, ну и, конечно же, сообразительность. Вопросов может быть сколько угодно. Обычно где-то в среднем 50, от 30 до 50 вопросов. Они бывают любого формата. Это могут быть и открытые, это могут быть тесты, это могут быть музыкального формата вопросы, это могут быть формат «Угадай слово», картинка, фото, композиция и так далее. Квизы могут быть тематическими, например, по конкретному какому-то фильму или по конкретно какой-то теме, по какой-то может быть литературным произведениям, историческим событиям, музыкам, путешествиям. То есть темы представлены достаточно широко. Можно создать свой какой-то вариант, соединив несколько имеющихся в один. Ну и отметить, конечно, надо, что организаторы стараются разнообразить, расширить каждую игру, внести какие-то свои изюминки, ношества, внести свои фишки. Ведущие взаимодействуют со всеми участниками, мотивируют их к общению и к активному участию в игре. В течение викторины ведется подсчет очков, но данные, конечно же, вносятся в турнирную таблицу, побеждает та команда, которая набрала большее количество баллов, получает поощрение. Данную форму воспитательной практики мы тоже можем использовать как в дошкольных образовательных организациях, так, в общем-то, и в стенах школы. Следующее это виртуальные экскурсии. Стали они у нас актуальны, когда мы с вами ушли на карантин, и организации начали активно в этой области работать. Какие мы можем использовать виртуальные экскурсии? Ну, например, виртуальная экскурсия по внутренней территории Московского Кремля. Виртуальная программа, которая позволяет попасть на территорию внутри Кремля, закрытые для туристов места, то здесь, в общем-то, с помощью виртуальной экскурсии мы можем побродить, посмотреть на комплекс резиденции президента Российской Федерации, причем визуализация очень высокого уровня и отличной подачи и качества изображения. Дальше это может быть музей Победы на Поклонной горе. Один из самых узнаваемых музеев, посвященных Великой Отечественной войне, давно стал одним из технологичных и также предлагает интерактивные онлайн-программы для детей как дошкольного возраста, так и школьного возраста. Примерно каждую неделю на своем канале музей добавляет различные экскурсионные программы, а также там можно найти достаточно много викторин. В завершение программы участникам предлагается ответить на ряд вопросов. Следующая виртуальная прогулка по залам Эрмитажа. Этот музей один из десяти самых посещаемых в мире. По красоте и полноте вы знаете, что представляет практически огромное количество экспонатов и не имеет равных данных музей. Программа Эрмитажа включает знакомство с картой трехэтажного здания и возможность посетить практически любую экспозицию на выбор. Каждая экскурсия сопровождается подробным описанием, а великолепное качество изображения в мельчайших деталях передает неповторимые черты хранящихся здесь экспонатов. Экскурсия по невероятной красоте и с точки зрения исторической ценности залом музея захватывающая зрелища не только для старшеклассников но и для дошкольников только нужно выбрать конечно же ту именно экскурсию которая будет соответствовать возрасту детей. Дальше в мире животных например это большая часть школьников особенно младшего возраста они с удовольствием посещают зоологические сады зоопарки и так далее но из-за того что не всегда может себе позволить организация посмотреть поэтому была организована именно данная экскурсия которая позволяет побывать в зоопарках мира которые в общем-то позволяют именно онлайн режиме для детей тоже разных возрастов наблюдать за жизнью животных следующий это экспериментариум эксперименты для детей и не только музей занимательных наук как и многие современные музеи сделали онлайн форматы можно использовать как в урочное время так и во внеурочное время музей предлагает различные варианты экспериментального эксперимента по каким-то определенным предметам это может быть и химия физика другие дисциплины так в общем-то и окружающий мир в начальных классах с показом определенных экспериментов которые могут дети в дальнейшем повторить в своих домашних условиях следующая прогулка по центру авиации космонавтики на ВДНХ во время онлайн экскурсии по музею центра дети знакомятся с невероятными фактами которые сопровождали первые полеты космонавтов эпохи СССР материалы рассказывают представленные материалы рассказывают о строительстве орбитальных станций конструкции первых скафандров космических аппаратов история создания легендарной станции мир рассказывается об особенностях пуска посадки космических кораблей в общем-то достаточно качественно представлен материал ну и может сопровождаться виртуальный тур который доступен тоже разному возрасту детей ну и экскурсии эти все сопровождаются экскурсоводами специально подготовленными для того или иного возраста дальше невероятный мир звездного неба или планетарии тоже в общем-то московский планетарий им была организована вот эта вот онлайн экскурсия для поклонников космоса с видеоматериалами которые можем тоже в общем-то использовать для разного возрастного для разной возрастной категории далее это может быть удивительное царство растений для старших школьников увлекательной экскурсии может быть как раз вот онлайн программа от государственного биологического музея имени Тимирязева где дети могут соприкоснуться с флорой с фауной России а также растительность того или иного региона виртуальная прогулка будет полезна и в плане подготовки к вступительным экзаменам по соответствующим направлениям но также музей предоставляет разные экскурсии с учетом возраста детские онлайн экскурсии от МОЗ природы не буду останавливаться но в общем-то достаточно широко представлены тайны государственного исторического музея фонды которые в общем-то достаточно хорошо представлены с глубокой древности до 21 века организовать школьную онлайн экскурсию с учетом возраста детей с учетом интереса детей залы представлены формате 360 градусов для просмотра материалов можно даже использовать компьютерные проигрыватели флэш государственная Третьяковская галерея тоже она представлена достаточно широко вот то есть действительно если заинтересоваться и если учесть особенности детей да то есть дети которые имеют ограничения в передвижении это самый беспроигрышный вариант смотрю на время поэтому уважаемые коллеги перехожу к следующему в следующей форме это лэдбуки всем известно что лучше запоминается то что интересно что было эмоционально окрашено ну и как же это сделать вот как раз нам помогут лэдбуки чтобы пройденный материал остался в памяти у ребенка чтобы он мог научиться пользоваться знаниями которые получил на уроке и вне чтобы он захотел самостоятельно расширить свои горизонты по какой-то определенной тематике в области одним из способов как раз является достижение этой цели образования создания на уроках технологии в детских дошкольных образовательных организациях и в школе где мы можем широко как раз использовать этот формат дословно переводится книга на коленях еще его называют тематическая папка или книжка раскладушка это самодельная интерактивная папка с кармашками дверками окошечками вкладками передвижными деталями в которой находится информация в виде рисунков небольших текстов диаграмм графиков в любой форме по какой-то определенной теме в процессе создания такой папки можно закрепить и систематизировать изученный материал а ее рассматривание позволит быстро освежить в памяти те или иные изученные темы это не только отличный способ выполнить самостоятельно исследовательскую работу но он может быть еще и формой представления итогов какого-то определенного проекта на какую-то определенную тему таким образом можно сказать что лэпбуки это собирательный образ плаката книги и какого-то раздаточного материала который направлен на развитие у детей творческого потенциала который учит мысли действовать креативно в рамках заданной темы расширяя расширяя не только кругозор но и формируя навыки и умения которые необходимы для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы здесь вот тоже на слайде я представила некоторые тематику и по патриотическому воспитанию это может быть моя родина моя семья моя малая родина знакомство с профессиями героя СВО очень актуальна сейчас к этой теме ну и следующее это шоу технологии шоу технологии один из популярных современных образовательных организаций в типах воспитательных технологий он используется в воспитательной работе имеет три основных особенности деление участников на выступающих это сцена и зрителей это зал соревновательность происходит на сцене но и подготовленный организаторами сценарий определенный шоу программ этапы тоже есть если захотите и вас заинтересует данная форма воспитательной практики то вы можете я думаю найти в интернете подготовка первый этап где необходимо продумать сценарий определить ведущих определить зал оценивание оформление то есть все что касается подготовки и реализация это запуск разговор циническое действие ну и конечно же финал а также диагностика результата что мы можем предложить да какие вернее темы мы можем предложить но это может быть звездный час это может быть джунгли завод это может быть поле чудес КВН и так далее шоу которое действительно позволяет реализовать детей раскрыть их творческие способности они они с удовольствием в общем-то принимают участие важной составляющей и хорошим подспорьем для организации школьных и внешкольных мероприятий является конечно же помощь детей подводя итог мы можем сказать что одной из самых важных и трудных профессий во все времена остается была и остается эта профессия педагога к которой мы с вами относимся особенно у нас в России зарплата школьных учителей оставляет желать лучшего так же как в общем-то и преподаватели вузов она является невысокой для детей учитель является значимой фигурой учит не только школьным предметам но и преподает уроки нравственности эстетического культурного воспитания для успешного обучения и воспитания ребенка важно взаимодействие учителя и учеников важны психоэмоциональные особенности преподавателя воспитателя это и доброжелательность это и оптимизм это и искренность ну и конечно же строгость и требовательность которую порой в общем-то мы тоже должны применять а еще это любовь к детям и конечно же к своей профессии и очень важно взаимное участие всех участников этого сложного и важного процесса который необходимо включать не только детей но и родителей ну и конечно же педагогов большое спасибо за внимание ну и хочу пожелать удачи удачи вам и вашим детям ну и думаю что тот материал который я сегодня вам вкратце замечу да что это достаточно маленькая по объему лекция вебинар который думаю все-таки поможет в вашей дальнейшей работе и пробудит может быть какие-то новые формы воспитательной практики которые вы в дальнейшем будете применять в своей педагогической деятельности если есть вопросы конечно же задавайте с удовольствием отвечу по поводу лэпбуки достаточно хорошо воспринимают родители создание этих лэпбуков да ту презентацию которую я вам предложила для скачивания вы можете да ее скачать себе и думаю что она будет полезна вам в дальнейшей своей деятельности педагогической по поводу какие-то может быть интересные вопросы интересные темы которые вы бы хотели например да чтобы были раскрыты лектором теории достаточно много но без теории это ведь никуда вы отлично это понимаете Галин да сертификаты будут я думаю что если кто не был в начале вебинара можно подняться вверх чат и вы увидите ссылку на те сертификаты которые вам необходимы вверх вы вверх и вы 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 Продолжение следует...